Всем доброе утро, друзья! Что тут такое, не пойму. В общем, гуляем. Смотрите. Сегодня ни поля, ни море, а вот в другую сторону нашего города пошла. Горы. Сегодня горы. Так, вот у нас красота какая. Я-то, в принципе, знаете, что сейчас уже буду нарушать. Потому что мы сегодня вышли очень поздно. Ну, как поздно. Нам можно здесь до десяти гулять, спортом заниматься, да? А я вышла полдесятого. В общем, бегом, бегу, бегу. Ой, надеюсь, не как это. Мне бы до города вот туда добежать, а там можно отмазаться, что иду за хлебом. Потому что, вы знаете, какая я везучая на полицейских. Они слетаются на меня, как на мед. Не знаю, чем я их привлекаю. Может быть, своей белой обрысой головой. Или хрен его знает. Или, может быть, красивой фигурой. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Правильно? Так вот. Поэтому лучше не нарушать. Но я просто встала рано. Восемь часов. У нас ночью немного дождь шел. Хотя, прям совсем, наверное, немного. Но я слышала. Я же всегда сплю чутко. Один глаз спит, другой отдыхает. Скажем так. И наблюдает за всем происходящим. И дверь, я сплю сейчас с открытой дверью. И, в общем, слышала, как капал дождь. Да, кстати, я вчера в 12 ночи опомнилась, что у меня висит белье на террасе. Надо было снять. И вот я, благодаря тому, что муж мне там сделал все-таки свет, пошла, сняла. О, Чарль, опять в туалет пошел. Ну, и тут я не собираю. Тут ночью не сходил. Ну, передумал. В общем, пошла ночью снять белье, убрать барбекю наше, которое сегодня будем готовить. Там угли еще нормальные были. Вот, как бы все это сделала. И прям тоже пришла. Я слышу такой павел. Ну, передавали просто. Я же не это, не ясновидящая. Передавали синоптики, что будет дождь. Смотрите у нас, какая красота. Мне вот этот участок пробежать. Кстати, у нас вот там прям будет этот... Господи. Мужик чихает. И это... Мне не только чихает. Там с собакой кладбище будет. Так, что я говорила-то? Ну вот, ночью убрала. Днем встала. Думаю, сегодня воскресенье. Надо полежать, поваляться. Ну, Чарли мне не дал поваляться где-то. Ну, до девяти мы лежали. Потом он встал, вышел на балкон. Туда-сюда ходит, смотрит на меня. Типа, я сплю с закрытой дверью в спальне, чтобы не было скворняка. Типа, вставай ты уже, давай уже, пора вставать. Открывай мне дверь. Ну, вот я так встала. Не хотела, не хотела идти. Но потом думаю, ну, надо. Бедненький, он же хочет погулять. Быстро позавтракала и бегом за полчаса до десяти. У нас потом с десяти до двенадцати старики выходят гулять. Буду со стариками гулять. А что делать? Вот так вот. Господи, мушек все. А, кстати, мне сегодня сейчас клиентка написала сообщение. Ой, Оксана, ничего страшного, она мне пишет. Ничего страшного. Я болею, лежу, у меня температура. Я думала, блин, не корона ли у нее. Но навряд ли у нее какая-то температура. Походу, она в запой ушла. Ну, главное, что она помнит. И это хорошо. Вот как, типа, вылечусь, так к тебе пойду. Ну, ладно. Выздоравливай. Вот. Так что вот так вот. Представляете? Вот больше всего ненавижу выпрашивать свои деньги. Ну, что такое, а? Вот она у меня одна такая. У меня еще была, знаете, русская девочка. Тоже ко мне ходила. Она тоже любительница была выпить. Ну, почему была она и есть. И вот тоже так. Я тебе в следующий раз принесу. Я тебе следую. Ну, нахрен мне тогда идти в парикмахерскую, если у тебя денег нет. Не понимаю вообще. Ездят тут всякие мотоциклы. В общем, все, побежала. Я бегом-бегу. А я бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. Мне бы прибежать вот это место. И все. Там я уже буду в городе. И там уже недалеко от дома. Я, в принципе-то, хожу, знаете, в километре от дома. Но кругом-кругом-кругом. Мояк можно накрутить и 5,6 километров. Да, Чарли? Моя рыба сладкая. Сегодня я его, наверное, буду купать. Шампунь-то новый есть. Люди вон тоже все еще возвращаются. Поэтому не ядно. Уж если штрафовать, то тоже. Всех. Хотя я такая везучая. Но пока еще не штрафовали. Вот это у нас, кстати, кладбище. У меня есть влог с кладбища. Можете поискать. Так и называется. Кладбище. Вот в этих стенах замурованы эти. Ну, усопшие. Видите, вышли старички гулять. Потому что время уже 10, блин. Народу что-то хрена ходит, гуляет. В общем, я в фруктовый сходила. И купила арбузик. Черешинки. Мушмалы. Два апельсина. И цветная капуста на завтра. Так что я забрала, запаслась витаминами. Сейчас пойдем наверх. Там уже должен разгораться огонь. Я забралиновала шампиньоны. Здесь паприка, майонез и соевый соус. Сейчас на шпажки насажу. И пожарим на костре. Правда, у нас сегодня ветер. И очень погода такая не особо. Но ничего страшного. Пожарим. Посмотрю, что там делать. Так, что у нас сегодня в нашем скромном меню. Маринованные шампиньончики. Сарделька с сыром. Обалденное. В Лидоле покупала. Три чорисо. Три, не знаю почему три. У нас двое. Две мурсии. Кровяные колбаски. И пансета. Грудинка. Так что вот так. Огонь уже есть. Сегодня ветер такой. Даже еще лучше. Уже горячий. В принципе, можно класть грудиночку. Мандыкнет с одной рукой. Конечно, это не камильфо. Поэтому надо двумя сделать. Распределить все. И положить уже грудинку, чтобы она делалась. Такая вот у нас барбекюшница получается. Таким вот видом. Наш скромный абейд. Всем приятного аппетита. У нас немного дождь прошел. А я хочу себе сделать мачо-мачо-мачо-мачо-мачо-мачо-пичо. На кокосовом молоке. Ой, есть. Все можно кладеть из холодильника. Чего только нет. Подогрею кокосовым молоком и закину туда. Мачо-мачо-мачо-мачо-мачо-мачо-мачо-мачо-мачо. Что-то мне не очень понравилось. Но надо его выпить. Вот такая мачо-мачо получилась. Это зеленый чай. В труху сделанный. Перемолотый. Запах, как будто трава какая-то. Весница нам не остров в космодроме, зелёная, зелёная трава. Говорят, полезно очень. Лучше бы обычный зелёный чай попила. Ну да ладно, не выбрасывать же. На улице у нас погода такая ветреная, скажем так. Несмотря на то, что показывает, что 24 градуса, но прохладно. Я вам хочу сейчас показать тенденции моды. Это всё по моим наблюдениям. По моим, как бы я много наблюдаю на людей на улице. Вы знаете, как ходит, как кто надевает. Сейчас у нас тенденции такие. В общем, сейчас покажу всё. В общем, всё по следуя моде. Моду кто создаёт? Народ, правильно? У народа сейчас самая модная часть гардероба – это маски. Вот обычная у меня, да, хирургическая, одноразовая, говорят. Но это всё неправда. Она не одноразовая. Люди её носят, знаете, до какой степени? Что потом она просто превращается в тряпочку. И вот они всё её носят, носят и не выбрасывают. Кстати, моя тоже, она не одноразовая. Я уже её надевала раза три. Но это больше даже, знаете, маска для чего? Для очищения совести. И как бы так, вроде бы как идёшь, ты в маске, и ты... Чарли ломится. Чарли, подожди. Не до тебя. У нас тут такие важные моменты идут. Так вот. Вот там я слышала, там всякие там, как их называют, доктора, медсёстры говорят, что маску надевать нужно вот так, да? Вот так вот. Тут вот защемил, вот так вот. И вот так вот идёшь, и вот всё, ты защищаешь. Ещё знаете, как говорят, чтобы проверить маску? Зажигаешь спичку, и если вот так вдуешь, она гаснет, то, значит, маска ещё действует. Но кто такие врачи? Они же не создают моду. Моду создаёт народ. Так вот. Модно маски носить у нас не вот так. Маски у нас модно носить вот так. Потому что большинство людей на улице именно вот так маски носят. Вот они идут по улице вот так вот. Я не знаю зачем. Но вот так они её носят. Ещё вот так. Вот так. Вот так вот, если половина людей носит маски, а вот так вот остальная половина ходит в масках. Вот мода. Надел и пошёл в свет. Вот так вот. Вот это вот мода. И чтобы быть модными, ну я не модная девчонка, я маску ношу вот так. А вообще все вот так носят. Зачем? Зачем? Или вот так? Зачем? А, ещё знаете как? Ой, я когда, типа, спортом заниматься иду, все сейчас такие спортсмены, в 8 вечера. Вообще, все такие спортсмены, и у всех есть спортивная одежда. Идёт женщина. Ой, мам, что там такое? У нас так телевизор выключается. Женщина. А вот такой ширины, вот такой вышины. Леггинсы. Где она их взяла? Не знаю. Взяла где-то, натянула майку и пошла спортом заниматься. Значит, она в перчатках, в маске и пошла, пошла спортом заниматься. Спортом занимается, занимается. Но это ладно. Многие маски носят. Вот так. Вот. На руку надели и пошли в свет. С маской. Я многих там вчера иду и вижу, смотрю и офигеваю. Зачем? Вот так бегут и бегут. Маска у них как вместо сумочки, наверное, и такие дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. И бегут. Вот так маску надели. Вообще модные такие все. Я угораю. Купить её за рубль 96 копеек, чтобы вот так носить. Вообще. Круто же ведь. У вас тоже такие же наблюдения были, как и у меня. Кстати, это муж Маска. Он её надушил зачем-то. Её невозможно носить, потому что она пахнет туалетной водой. Как в ней можно ходить? Задохнёшься. Он меня любитель. Он знаете, как у меня душ. Он так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Потом другая сторона. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я говорю, это газовая атака какая-то. Ты зачем это делаешь? Или когда он машина ко мне садится, я говорю, я все окна открываю. Он говорит, зачем? Я говорю, так невозможно с тобой находиться. Я говорю, ты знаешь, всё равно, что когда вот у тебя торт вкусный, ты вот на него смотришь, съел кусочек и всё. Вторым у тебя уже тошнит от него. Так говорю, от тебя. Чуть-чуть набрызгался, хорошо, но когда много, говорит, уже тошниловка. Маску зачем-то набрызгал. Как он в ней ходит? Наверное, вот так. Как все. А что выделяться-то? Ставьте лайки, если вам понравилась моя мода. Хотя это не моя, не я её создала. Я не следую моде. Я ношу вот так маски. И пишите в комментариях, вы как носите? Один, два, или три? Или четыре. И пошел в свет. Слушайте, сюда можно помаду положить. Что еще можно сюда? Телефон не знаю, но что-то можно положить. Ой, не могу ржать. Это вот мне такая мысль в голову пришла. решил у вас спросить. Вы тоже модные люди? У нас сегодня был банный день Да, кто-то такой красивый Кто-то такой красивый Дай покажись, какой ты чистый Мокрый Я его сегодня накупала А то надо ему ошейник одеть Отблох Смотрите, какой он у меня чистый Ты чистый, трава чистый Я, кстати, тоже в дождь сходила Сейчас пойдем чуть и тебе дам Так что у нас сегодня банный день состоялся Воскресенье же Мы раньше в деревне тоже, по-моему, по воскресеньям мылись Вот На улице, конечно, похолодало Очень сильно ветер холодный И всю неделю будет такая погода Ну да ладно, еще я зафигачила себе крем Класс, а теперь мне нифига не видит Ладно Всего вам самого на лучшего Встретимся с вами завтра И всем пока-пока Скажи всем пока-пока Пока-пока Пока-пока